У скандинавской ходьбы нет противопоказаний, а вот у пожилых противопоказаний к спорту много, поэтому для людей серебряного возраста такая ходьба с палками – хорошая альтернатива тому же бегу. Скандинавская ходьба оказывает мягкий оздоровительный эффект и не нуждается в тщательной подготовке тела к регулярным занятиям. Об этом пожилые сочинцы узнали сегодня на мастер-классе, который для них провели профессиональные тренеры. Правил не так много – следить за шагом и дыханием. Правая рука у нас осталась сзади. Еще раз, выносим левую ногу, правая рука. Проследите за углом 45 градусов, 45 градусов, когда мы выносим палку. Расправьте, пожалуйста, плечи, не шагайте сильно широко и под себя, работайте руками свободно в плечевых суставах, держите осанку, улыбайтесь и запомните, что скандинавская ходьба – это тот фитнес, который хорош в любое время, в любом месте и в любом возрасте. Пошли? При такой ходьбе вырабатывается и эндорфины, утверждают знатоки. Пенсионеры подтверждают, улучшается и настроение, и общее самочувствие. Улучшает дыхание, здоровеют наши легкие, особенно у кого вот проблема с плечами, а у многих с возрастом, особенно периартрит бывает, плечи лопаточные. Вот именно вот эта ходьба будет помогать избавиться от таких плохих болячек. У меня в группе 86, 93 года, у меня есть в группе 93 года, бывший директор школы нашей. Представляете, они гнутся, они такие гибкие, они молодцы, они говорят, движение – это жизнь, поэтому все ходят. Скандинавская ходьба не только понижает холестерин и артериальное давление, но и повышает способность организма противостоять стрессам. Последнему аспекту власти города решили уделить особое внимание и организовали для пожилых сочинцев тренинг по медиации. Освоив ее, пенсионеры научатся разрешать конфликты. Медиация, которая считается культурой общения, договоренности и взаимопонимания, призвана учить слушать, слышать, понимать окружающих и, соответственно, решать возникшие с ними проблемы. А тот же конфликт отцов и детей никто не отменял. Наша задача – терпеливо выслушать. Пусть это будет два часа, пусть это будет десять раз по два часа, но ему надо, человеку надо выговориться. Уходят эмоции, остается разум, и уже разум придумывает, что, собственно говоря, делать, какие можно принять решения и найти выход из сложной ситуации. Умение видеть, что чувствует человек, видеть его настроение – это, наверное, для меня самое главное в медиации. Оздоровление сочинцев почтенного возраста – приоритетная программа курорта, поэтому к проектам «10 тысяч шагов» и «Прогулка в срачом» добавили еще один активное долголетие, где, ко всему прочему, будут учтены как спортивные пристрастия пожилых, так и их творческие особенности. Наше мероприятие сегодня, оно про то, что восстановление возможно в любом возрасте, и это восстановление не только физическое, но и духовное. Сегодня все в хорошем, отличном настроении. Мы приглашаем всех пожилых людей города в наш большой проект «Активное долголетие» и будем вместе заниматься спортом, читать стихи, петь песни и делиться какими-то интересными рецептами. Очередное же мероприятие по оздоровлению, как обычно, в пятницу вечером. 10 тысяч шагов с палками или без прописаны каждому сочинцу.